Привет! Ну, наконец-то наступил тот день, когда я переехал в свой дом. К этому моменту я шел последние несколько лет, буквально последние три года. Я все свое свободное время проводил на стройке, строил полностью, делал отделку и получил результат. Живу я здесь уже месяц, заехал в апреле 2021 года, сегодня уже 1 июня, и уже есть что рассказать о своем доме. Это, конечно, несравнимые ощущения в сравнении с квартирой, когда большой объем, когда много воздуха, когда никогда не болит голова, не шумят соседи. Можно с утра встать, встретить рассвет, выйдя на веранду. Это очень здорово. Но сегодня речь не об этом. Я хотел бы рассказать не о том, как здорово живется в своем доме, а о том, как не допустить некоторых ошибок, которые допустил я. Я расскажу все как есть, не скрывая отрицательных моментов и не показывая, как некоторые только хорошие, для того, чтобы те, кто собираются построить дом или построили, доделают какие-то работы, не повторили мои ошибки. Сэкономив относительно небольшую сумму денег, в итоге вы попадаете на более крупные траты, когда придет зима. Потому что зима рассудит всех, сделана по технологии или с отступлением от этой технологии. Итак, я расскажу как минимум о пяти моментах, на которых не стоит экономить и которые могут проявить себя не с лучшей стороны. Начнем с фасада. Фасад из плитки Хауберг. Изначально я планировал обложить дом кирпичом, но привезли мне бетон на фундамент качество ниже, чем проектное. Поэтому выкладывать кирпич на край бетонной плиты, которую у меня в качестве фундамента, я побоялся. Некоторые говорят, что он у тебя от солнца расплавится, крошка осыпется. Увы, ничего этого не произошло. К моему счастью, к несчастью хейтеров. Летом плитки от солнца склеиваются и выглядят достаточно гармонично, плотно. Зимой же за счет сужения материала плиточки могут немного топорщиться. Не страшно, придет лето, солнышко, они опять прилипнут. По эксплуатации они у меня уже второй год, проблем я не вижу. Но и здесь есть кое-какие подводные камни. Дом стоял после постройки, год простоял зиму, и я очень надеялся, что газосиликат уже высох. Ну как оказалось, газосиликат высох за год не до конца. И остаточная влажность у него более 5%. Сюда также наложился неблагоприятный фактор, некачественная USB плита. Да, стоит она сейчас бешеных денег, по-моему 1800 рублей за лист. Я покупал тогда его за 500. И покупал в крупном магазине, думал, что качество неплохое. Это кроношпан. Еще когда остатки USB лежали на земле, я подумал, что же после дождя она так размикает. Становится мягкой и ее ведет, ведь USB 3 должна быть влагостойкая. По итогу, в первую же зиму на северной стороне она пошла волнами. Видимо, влага, которая, еще остаточная влага была в стенах, она выходила в USB. Вывод какой? Во-первых, строя дом из газосиликата и применяя такой отделочный материал, дайте дому высохнуть минимум 2-3 года, не меньше. И второе. Применяйте утеплитель для смещения точки росы. Следующий момент это ливневка. Ливневка у меня закапана под отмосткой, и она не открытого, а закрытого типа. Когда начинается оттепель, водичка с крыши идет, а в земле еще лед. И, соответственно, ливневка не работает. Дешевле было бы сделать именно открытую ливневую систему. По поверхности земли водичка бы убегала по уклону, и никаких проблем бы не было. То же самое касается и дренажа. Если дренаж поверхностный и неглубокий, он просто перемерзает. У меня есть колодцы, в них вода по весне стоит и пройти дальше не может, потому что дренажные трубы замерзшие. Отсюда вывод один. Лучше и дешевле делать поверхностную систему отвода ливневых вод. Третий момент. Отмостка. Здесь также я сэкономил, сделав неутепленную отмостку. Она сделана полностью по технологии, с подготовкой, с гидроизоляцией, с уклоном. По определенным причинам я ошибочно посчитал, что утеплять отмостку в моем случае не нужно. Это была ошибка. Если позапрошлая зима была относительно теплой и проблем никаких не всплыло, то эта зима была очень холодной. Минус 35 градусов держалась больше двух недель. И именно в этот период отмостку вспучило. Она не треснула, но у нее появился отрицательный угол. То есть уклон пошел не от дома, а наоборот к дому. Края подняло. Произошло это тоже только на северной стороне. Но если бы был утеплитель, скорее всего этого не произошло бы вообще. Третий момент. С ним не так все плохо. Это садовые дорожки и та плитка, которую я делал самостоятельно с помощью раствора пескоцементного. Было много отрицательных комментариев, что с первой же весной эти дорожки у меня уйдут вместе со снегом. Их просто смоют. Они развалятся, покоробятся. Ничего этого не произошло. Только был один момент. Подпорная стена, которая состоит из блоков ФБС, у меня была поднята морозным пучением. И дорожка, которая примыкала именно к этой бетонной стене, тоже пострадала. Пошла трещина. Самое интересное, что под самой трещиной сантиметров 60 находится гравий. Потому что в этом гравии у меня также дренажная труба. Но именно в этом месте треснула дорожка. По всей остальной площади, где находится сантиметров 15 гравия и песочек, дорожка сохранила свои формы и не просела. Еще одна маленькая архитектурная форма, которой комментаторы не остались равнодушными. К сожалению, в основном были отрицательные комментарии. Его называли в комментариях мазолеем. И даже сказали, что на него нужно оформлять собственность, как на недвижимость. Но это шутка. Вещь удобная. За счет столика, который образовалась вокруг очага, можно раскладывать шашлык, нарезать хлеб. Он используется. Но внутреннюю часть очага нужно было обложить, как правильно заметили, огнеупорным кирпичом. Пока бетон признаков разрушения никаких не имеет. Но чтобы этого не произошло в будущем, я купил недорогой мангал и прямо вставил в этот очаг. Так оказалось даже удобнее, и расход дров при этом стал меньше. По отоплению. Напомню, дом после замеров у меня составил 205 квадратных метров. Отапливаемая площадь 170 квадратных метров. Гараж у меня не отапливается. В самый холодный месяц этой зимы, а зима была очень холодная в этом году, у меня ушло 450 кубов газа на отопление. Что составило около 2500 рублей. Посчитайте, на эту площадь это совсем немного. Причем постоянно была включена рециркуляция горячей воды. Это для того, чтобы открываешь кран, и не надо было ждать, пока горячая вода дойдет от бойлера до потребителя, а сразу шла горячая вода. Так вот, сама рециркуляция за счет постоянного подогрева бойлера занимает где-то 80-90 кубов газа в месяц. Это немало, плюс еще расходы по электричеству. Тем не менее, в зиму общие расходы на отопление совсем небольшие. Если в среднем посчитать месяц, гораздо больше идут расходы на водоподготовку. Вода здесь неплохая, но есть превышение по трем элементам, в том числе по железу, более чем в 3,5 раза. Соответственно, установка водоподготовки стоит немалых денег. Ее нужно обслуживать, покупать соль и постоянно менять фильтра. Раз в 3-4 месяца нужно поменять фильтр грубой очистки и угольный фильтр. Стоят они недешево. И в целом, если раскидать по месяцу, то вода стоит не дешевле, чем отопление. Следующий момент, фундамент под забор. Казалось бы, высоких нагрузок он не будет испытывать. Сильно армировать его не нужно. Сверху ничего давить не будет и ничего ему не станет. Это была большая ошибка, потому что на месте въезда постоянно чистился снег и земля сильно промерзала. Соответственно, появилась трещина с раскрытием кверху. Благодаря недостаточному армированию и высоте этой ленты. Трещина образовалась ровно посредине. В результате чего ворота на зимний период несколько перекашивает. Сейчас все оттаяло и они встали на место. Все как и было. Ну, если повторятся морозы, то ситуация такая тоже повторится. Ну и последний момент для тех, кто собирается столько строить. Не проектируйте себе домов более 150 метров. С уверенностью могу сказать, что при грамотной планировке 110-120 метров достаточно для семьи из 3-4 человек. Одноэтажник или двухэтажник, споры идут давно. Первый вариант несколько удобней. Не факт, что он дешевле. Скорее всего, даже квадратный метр выйдет дороже. Потому что основную стоимость занимает фундамент и крыша. А у одноэтажного дома они, соответственно, гораздо больше. Вот такими советами и наблюдениями я хотел сегодня поделиться. А на сегодня все. До скорых встреч. Новый ролик выйдет скоро. Пока.